Все-таки слагаемые поражения такого, они не одна причина, их достаточно емко. У нас мы так анализировали предматчу ситуацию, пытались что-то внести новое, в то же время понимали, что нет ключевых футболистов некоторых. Но это опять же не самая главная проблема, что выходят другие ребята, они там же тренированы, они подготовлены. Ошибки свои, в первую очередь, мы ошиблись в первом голе, ситуация не пересчала ничего, обрез, проявлена борьба достаточно субтильна, ошибочка 1-0. Второй тайм пытались справить ситуацию, сделать и замены, нас много устроило в первом тайме, но, к сожалению, опять ошибочка и опять второй мяч. Ну а дальше уже вышла молодежь, мы все-таки пытались, молодежь может быть азарт, а толчок, то, чем славен факел, но сегодня как-то не в слове наш день, а мне кажется, все-таки ситуация немного нас опустила на землю. И мы сейчас ребята сказали, что 1-4, это хорошо, позитивно будет смотреть, потому что надо же понимать, начинать нас снова с чистого листа, и снова с тем той командой, имеющей свою изюминку в плане футбола агрессивного, бойцовского, мужского, а в нем уже творить. Сегодня мы решили все не творить, а остальное, куда-то ушло немножко вниз, это не наш метод, поэтому выводы есть, анализ будет, проанализируем до конца уже, в чем основная проблема. Будем, будем надеяться, что придем в порядок, все выздоровеет, футболисты наши, которые сегодня играли, и вернемся опять на ту стезю, набирание очков, и чтобы болельщики в нас держатся. Спасибо большое, коллеги, вопросы, и представляйтесь, пожалуйста. Сергей Владимирович, показалось, что тебе не показалось, и в принципе из ваших слов я понял, что не хватило в этом матче какого-то самодачи той, которая присуща отмечен Файкелу, и в связи с этим такой вопрос является ли цискат для Файкела таким же раздражительным, как, например, Спартак, потому что, когда мы очень спросят, какого-то уже никак, ну, совсем был бы настрой, была бы совсем другая самодача? Нет, ну, конечно, у нас, любая команда для нас раздражитель, мы понимаем, кто мы и что мы. Любая команда, и тем более цискат, и по двору футболистов, мы выходили, задача была одна, а три очка стараться вводить матч. И настрой был именно такой же, так же за каждое второе поле прессинговать, давить, давление организовано в плане и атакующие действия. Ну, вот, бывают такие моменты, что не сложилось. Но я боюсь, что есть глобальная причина, мы будем не обмираться, почему так. Видимо, большой перерыв после Спартака не пошел на нам пользу, как-то немножко, ну, я думаю, что мы аморф вообще-то высоту выдержали, и тревога была в этом плане. Ну, где-то, возможно, надо было какие-то искать методы взбадривания команды, чтобы она держала тот уровень именно агрессии, вот этой агрессии, которая свойственна нашей команде. Поэтому мы сейчас будем, я повторюсь, снова будем брать и занимать позитив. Тройная замена первой, которую вы минули, она связана с недовольственными действиями конкретных игроков, или это попытка просто сменить структуру игры? Ну, слова недовольства нет такого в футболе понятия. То есть я не могу быть недовольным футболистом, потому что он плохо играет. Он играет так, как он сегодня играл. Он же хотел играть в футболе. Значит, работал мы хотели. Усилить позиции. У нас не устроила та ситуация, которую была на поле. Пытались и усилить. Но второй мяч, конечно, наш подкосливый. Стало сложнее. Спасибо. И представьтесь, и издание, пожалуйста. Сергей Абузович, добрый вечер. Издание сетевое в мире спорта Косяков Александр. Ну, после такого матча, конечно, можно найти много импетитов про команду, которая проиграла, и неположительно, отрицательно. Мне бы этого не хотелось. Я бы схожу согласить вас. Когда команда проигрывает, то обычно всегда появляются, скажем так, лидеры. Они появляются, а стараются брать окно себя, завести команду. В вашей команде сегодня я не увидел ни одного футболиста, которому пытался что-то сделать. Ну, понятно, молодые вышли, они ничего не смогли сделать на замену. Но у вас вообще лидеры есть в команде, с которой вы можете потом просто спросить? Ну, спросить тоже неправильно. Спросить, если он лидер, то он лидер. У него не надо спрашивать, на самом деле лидер. Да, у нас есть, не слово, лидер в том плане, что он голосом, чтобы заставлять, а именно игрой правильной, и правильным отношением к игре, с дисциплиной, организацией, правильным подсказом. Такие футболисты у нас есть. Но сегодня мы их не совсем... А в аминусе не ходить? Да, это все грязно личности, зачем у нас. Я вообще считаю для себя, что игрок выходит лево, защитник права, защитник лица, страница, футболика. Он на своей позиции должен быть лидером. На своей позиции. За него нужно не будет играть. Но вот если брать раздевалку и именно посыл во время матча, организации игры, успокоить ситуацию, сожидеть на себя какую-то игру и придержать мяч, примером показать, что у нас такие футболисты есть, но сегодня, к сожалению, не сложилось. Спасибо. Сергей Владимирович, показалось, что вы очень плотно следили при финале за футболистами футболистами, то есть, когда находились в треугольнике игроков Айфа, то есть, чемпион был кидрид. Была ли в этом идея какая-то особая? И расскажите, что была ламана, если почему план означает на игру, на ваш взгляд, не смогут реализоваться? У нас бы немножко был, так сказать, неправильный прессинг зонный. То есть, мы немножко разродненно играли. Есть проблемы в нейтропоидцах были, это видно было. Поэтому пошли замены. То есть, и торговляция игры пострадала именно и в прессинге, и владеем вещом, неправильные шеи принимались, ну и первый мяч, это обрез, потеря мяча в центре поля на таком уровне наказуемо. То есть, это и получилось. То есть, я повторяю снова, слишком много ошибок, таких слагаемых в разных сочетаниях и тактики игры, и организации обороны, и владеем мячом, и атакующих действиям. В члене, опадаясь, тоже мяч достаточно легко теряли, когда терялись в простой ситуации и так далее. Возможно, сегодня же такое состояние команды может быть, где-то функционально не угадали с чем-то. Повторяю снова, сейчас поговорить, всегда говорить о том, что такая-то причина, я не могу. Я должен проанализировать игру и понимать, как исправлять ситуацию. Коллеги, давайте еще один вопрос. Я хочу сказать в конце, даже удивляет, скажем, не игра сиперфайкерс, а удивляет поддержка болельщиков. Такой поддержки в Москве не увидели ни одной команды. Вы хотите просто пару слов сказать болельщиков? Нет, но болельщики, это Воронеж, это вообще особенная каста, они команду любят, и команда их пытается отвечать взаимностью. Мы сегодня расстроены даже не сколько очковыми потерями, а сколько то, что мы расстроены болельщиков. Огромная армия приехала, и им спасибо за то, что они дают нам возможность сейчас футболистам мотивировать, сказать, давайте, пожалуйста, исправляйте ситуацию. И мы в том числе, естественно, конечно, будем больше работать. Я тренер, такая профессия, он так много работает, но ты всегда должен причину себе искать, в первую очередь. Я буду причину, что я не так сделал, потому что понимаю, что такая армия болельщиков, да и вообще в целом город Воронеж, который любит футбол, надо репетироваться. Поэтому они для нас непростые мотиваторы, такой, достаточно серьезные. Мы не имеем права так безвольно иногда поступать с ними. Поэтому сегодня, ну я не выслал, извиняться, это неправильно. У нас профессионалы, извиняться мы больше. Хотим, как лучше, но не попытаться, это спорт. А то, что сейчас сегодня мотивация, на следующий для нас, чтобы репетироваться, это однозначно. Потому что, ну, особенно болельщики, на самом деле. Это целое, это можно об этом научные статьи писать, наверное. Спасибо.